17 августа глава города Валерий Катышев начал еженедельное совещание с начальниками отделов администрации и руководителями городских предприятий с поздравлений. От руководства города поздравления с днём рождения прозвучали в адрес заместителя главы администрации Татьяны Поповой. По итогам 19-х летних спортивных игр на призы губернатора Костромской области, команда города Буя стала серебряным призёром. Спартакиада проходила 4 дня. По итогам первых двух дней Буя не лидировали, но позже, уступив команде города Костромы всего 2 очка, заняли второе место. На третьем – хозяева соревнований команда города Шарьи. Глава города Валерий Катышев поздравил буйских спортсменов и тренеров с хорошим результатом. Команде хочу сказать большое спасибо, потому что мы впервые были так близко к победе. Причём два дня мы лидировали, лидировали уверенно. Пытались, правда, не пришлось даже вмешиваться, так сказать, разговаривать с зампредседателя спорткомитета, поскольку там хотели изменить положение на ходу, как говорят, да, не в нашу пользу. Поэтому пришлось обращаться, чтобы всё-таки они согласно положению проводили соревнования, а не согласно чьих-то там хотелок. Поэтому это дало нашей команде шанс определённый. Но вот, к сожалению, у нас есть слабые места, и мы это знаем. Это, к сожалению, настольный теннис. Мы выше четвёртого места там крайне редко поднимаемся или третьего. А нужно стремиться быть хотя бы не дальше второго места. Если вообще хочешь выиграть, нужно занимать первое-второе место. Ну, рада то, что спорт действительно будет сильно очень приподнялся за последние годы. И мы уверенно соревнуемся и зимой, и летом за первое место. У нас ещё много ребят входит в сборную команды области, и России в том числе. Вот это легкотлеты, это лыжники. Труд непростой. Мы видим результаты, и это очень нас радует. Вот, поэтому задача сейчас подтянуть за следующие годы, это наших теннисистов. Есть у нас некоторые проблемы там в палеотлоне, где-то ещё. В общем, ну, все виды мы знаем, они нам все известны, поэтому надеемся, что всё-таки год от года ребята будут достойнее выступать. Я скажу, что Кострома очень сильно переживала в этом году. Два очка отрыва – это вообще ничего. Ну, я думаю, что сравнить город Буй, город Кострома – это совершенно разная вещь, но, тем не менее, мы с ними успешно боремся. Да, успешно боремся. И зимой у нас иногда идут соревнования, так сказать, очень рядом мы с ними. Очень рядом. Ну, и летом. Надеюсь, что построим новую школу с бассейнами, у нас появится отделение плавания. Я думаю, что мы, в общем-то, сможем потянуться хорошо и в плавание. Хотя у нас в плавании ребят достойно выступили, результаты хорошие, но, тем не менее, надо тренироваться больше. Следующие юбилейные 20-е по счёту летние спортивные игры состоятся в Галиче. По сообщению предприятия «Тепловодоканал», в работе на подачу горячей воды находится одна из трёх котельных. Это котельная Центральной районной больницы. Сегодня до 27 августа включительно планово остановлена котельная микрорайона «Химзавод». Завтра, 18 августа, будет растоплена и введена в работу первая квартальная котельная. Предприятие занимается заменой участков тепловых сетей, другими ремонтными работами. По информации поставщика, бую для предстоящего отопительного сезона отгружено три вагона угля – 210 тонн. По НФС, цветность воды в реке составляет 102 градуса. В город подаётся вода – 61 градуса цветности. По информации управляющей компании «Вира», в аварийно-диспетчерскую службу поступило 60 заявок. Все выполнены. Промыты системы отопления в 77 многоквартирных домах. Сдано 110 паспортов готовности домов к зиме. По работе с должниками направлено 35 претензий на сумму 256 тысяч рублей. Глава города Валерий Катышев рекомендовал активно продолжать претензионную по долгам работу. В Буе сегодня в рамках проекта «Маршрут здоровья» работала бригада врачей из Костромы. Как доложил директор Буйской ЦРБ Игорь Нефёдов, приём вёлся общий. Жителей города и района не делили, как это планировалось ранее. По справкам на учёбу для студентов в социальных сетях задаются вопросы, поскольку некоторые специалисты находятся в отпуске. Как пояснил Игорь Александрович, проблем со справками при обращении в медучреждение не возникнет. Профосмотры возобновятся с 1 сентября. На прошлой неделе состоялась приёмка образовательных организаций к новому учебному году. 28 августа состоится традиционная августовская педагогическая конференция. В школу в первый класс в этом году пойдут 307 первоклассников. Решается вопрос о бесплатном питании начальных классов. Городской отдел образования по этому вопросу проведёт встречу с руководителями учреждений 19 августа. Школы разрабатывают сценарий проведения торжественных линеек на свежем воздухе в День знаний 1 сентября. Так, чтобы разделить детей на несколько потоков и не допустить большой скучности. На этой неделе город отметит свой 484-й день рождения. Приуроченные к этому событию мероприятия будут проходить в течение нескольких дней. Программа будет размещена в СМИ и в социальных сетях. В связи с пандемией, я бы сказал так, у нас есть определённые сложности. И было принято решение, согласованно с Роспотребнадзором, с органами управления внутренних дел. Задача не допускать большие скопления, поэтому у нас получается такой день города чуть ли не неделя целая. То есть с четверга мы начинаем наши праздничные мероприятия. Значит, первое мероприятие будет проходить в таком, я сказал, полузакрытом режиме. Это в Бочком-Кровеческом музее презентации книги «Городость Бочка-Земли». Можно сказать, стартовое мероприятие для нашего дня города. Далее у нас мы проводим 21 августа. Мы вручаем в 4 часа, в 16 часов, это торжественное. Вручаем удостоверение, свидетельство о внесении на доску почёта. Это мы уже делаем пятый год. В общем-то сюда приглашатся будут и дети, которые там на доске почёта. Доска уже обновлена. Я думаю, что выявления уже могут посмотреть на доске почёта. Наши лучшие работники, граждане нашего города и дети, которыми мы гордимся. Дальше 22 августа у нас будет проводиться пешеходная экскурсия. Это будет уже суббота. По историческому центру города с посещением колокольня Белговеческого собора. И в 14 часов творческая встреча с самодельным композитором Ванничевым. Песня «Моём городе» будет проходить в БОКе, в зрительном зале. Тоже мы постараемся обеспечить рассадку такую, чтобы через кресло было. Чтобы исключить возможность максимального заражения жителей города. Скажу, что у нас, к счастью, заболеваемость сейчас находится на очень низком уровне. Хотя вот буквально сегодня ещё один заболевший у нас есть. Причём привезено всё это, в общем-то, из-за пределов города. И вообще из другого региона. Да, из другого региона. Поэтому осторожность соблюдать надо. В Костроме очень высокая на сегодняшний день, в городе Костроме очень высокая заболеваемость. Поэтому просьба, кто посещает город Кострому, всё-таки меры безопасности соблюдали. Маски, обработка рук – это необходимо. Ну и 23-е у нас основное мероприятие. Ещё раз мы с 11 часов начинаем. В 11-13 часов – бешеходная экскурсия по историческому центру города. И ориентировочно в 17 или 18 часов, пока мы точно не знаем, состоится концерт. В рамках Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России». Значит, автор и руководитель проекта – Надежда Георгиевна Бабкина. Я думаю, что все знают, ансамбль «Русская песня». Значит, он приедет в полном составе балет «Кострома». Будет очень большая, серьёзная сцена, выставленная, значит, около кинотеатра «Луч». Значит, серьёзный звук, серьёзное световое оформление. Очень профессиональные коллективы. Коллективы из Краснодара, коллективы из Москвы, коллективы из Костромы, коллективы из других регионов есть там. В основном народный коллектив. Ну, я думаю, что послушать и посмотреть на выступления Бабкиной, сцена, балета «Кострома», я думаю, что придут многие появления. Поэтому просьба, опять же, соблюдать. Без масок допускать мы не будем. Также будет пропускной режим. Обработка рук. Мы сейчас уже обратились к предприятию «Химаш», чтобы нам выделили санитайзеры. Значит, маски и расстановку мы постараемся обеспечить, чтобы не было такого тесной скучности людей. Ну, и просьба людей соблюдать дистанцию и соблюдать определённые меры предосторожности. Думаю, что День города будет закончиться вот таким хорошим, красивым концертом. Действительно, у людей праздник будет. На 5 сентября планируется проведение в БУЕ рейтингового голосования по проектам программы «Народный бюджет». Были созданы инициативные группы, которые выдвинули свои предложения. Глава города дал поручение разработать бюллетень для голосования, которое будет проходить в палатках и в магазинах. На сегодняшний день город имеет 7 миллионов 100 тысяч рублей, выделенных по народному бюджету. Значит, из них 1 миллион 300 мы разделили это на детские игровые площадки и 5 800 – это тротуар. Значит, на сегодняшний день у нас 7 предложений. Ждём еще сегодня, может быть, ещё одна будет или два максимум. Значит, два предложения по детским площадкам. Это площадка в центре города и площадка в районе посёлка Рабочий Начал. Значит, дальше у нас по тротуарам предложения. Значит, вот инициативная группа первого, которого возглавляет Табаринов Алексей Александрович. Тротуар от городского рынка по улице Островского до парка Беринского. Значит, вторая инициативная группа – это Ваганова Таря Петровна. Тротуар – это, там ещё был проект Рюй Борисовича Иванова, там ещё, конечно, депутаты, которые поддерживают проект. Значит, это по улице 1905 года, который связывает нашу главную улицу, улицу Октябрьской революции, с больницей. Это тротуар, я думаю, что необходим. Необходим, прежде всего, для того, чтобы люди могли спокойно проходить комфортно до нашей центральной районной больницы. Значит, есть предложение. Вот, от Завалины Александровны этот тротуар по улице Карла Марса. Это пересечение Красной Армии до улицы Социализма. Там достаточно большое количество студентов ходит, и там перетапливаться татуар, это время весной и перед больших осадков. Там требуется поднимать, благоустраивать это место, оканавливать. Работа там достаточно большая, серьёзная. Значит, есть предложение от Дробуши Ольги Анатольевны по проезду от этой улицы Октябрьской революции до Тепловодоканала. Там действительно дорога в щебне, но в плохом достаточно состоянии. Но там надо, прежде всего, делать водоотвод. Водоотвод у нас стоит в плане от кооперативного дома. Мы восстанавливаем любимую канализацию с ремонтом дороги по улице Октябрьской революции. Поэтому там такой комплексный проект. Одной дорогой там не боюсь. Значит, дальше у нас пешеходная дорожка, это улица Третьяна Интернационала, от 9-й школы до Пантонного моста. Там очень большая проходимость, много людей ходит. И когда проходят дожди, там, в общем-то, не очень удобно ходить. Поэтому мы там планируем отсыпать, там не в асфальте будет дорожка, а там мы планируем это щебеночное основание и с подсыпкой, отсевом дробления. То есть должна получиться хорошая плотная дорожка. Стоимость там невысокая. Я думаю, что, в принципе, проект, он необходим. Прежде всего, жителям Завекс там очень большой пешеходный трафик. Ну и детская площадка, я уже говорил, это поселок Рабочее Начало и парк наш на Стрелке. То есть там центр города, где гуляют очень много родителей с детьми. Если появится там хорошая площадка, надеюсь, что, в принципе, людям это понравится. Это Крылов Сергей Валентинович, куратор, так сказать, этой программы по парку на Стрелке. Значит, и Фелькер Ольга Владимировна. Это детская площадка в поселке Рабочее Начало. То есть, как правило, вот здесь депутаты проявили активность. Нынешние или кандидаты в депутаты, поскольку они смогли организовать людей, собрать необходимое количество документов, подписей, заявиться, проработать эту программу, посчитать, сколько это будет стоить. Ну и надеемся, что, в общем, эти проекты осуществятся. Может быть, не все. Значит, кто выиграет, голосование будет рейтинговое. Мы планируем 5 сентября. Значит, голосование будет происходить или в магазинах. Сейчас мы ведем переговоры с владельцами магазинов. Или в палатках. То есть, как правило, будем стараться голосовать там, где какие-либо проекты находятся рядом, которые попадают в эту программу. Ну, я хочу сказать так, что если вот эти проекты будут проработаны, наберут, но не выиграют в этом году, значит, надеюсь, что программа будет, народный бюджет продолжаться и дальше. То есть, они уже будут стоять в очереди на осуществление их в следующем году. По желанию людей будут учтены все. Он потому и называется народный бюджет, потому что это идет, так сказать, от людей, да. То, что нам необходимо действительно сделать. Потому что, я говорю, дороги мы еще, так сказать, как-то ремонтируем. На это деньги выделяются определенные. С тротуарами все гораздо хуже. К главе города Валерию Катышеву обратились ветераны с просьбой рассмотреть вопрос о переименовании парка Белинского. Соотечественников с такой фамилией немало. В том числе есть и герои войны. Но учитывая тенденцию названия наших улиц именами различных деятелей, музейными работниками и краеведами сделан вывод о том, что парк называется в честь литературного критика Виссариона Белинского. По мнению ветеранов, это можно исправить именно в этом году, в год памяти и славы. Тем более, что здесь сейчас проходит масштабное благоустройство по программе увековечения памяти погибших при защите Отечества. В качестве новых названий предложено два – парк 75-летия Победы и парк Победителей. Кроме этого, мне бы хотелось еще обратиться к жителям. Я думаю, что мы в ближайшее время рассмотрим это на заседании Городской думы. Есть обращения Совета ветеранов. Причем обращения это были не только от Совета ветеранов, были дальше от наших краеведов, от наших активных жителей, которые предлагают переименовать парк Белинского. Ветераны предлагают два названия. То есть или парк 75-летия Победы, или парк Победителей. Но я считаю, что нужно запустить, может быть, голосование в социальных сетях. И давайте мы тоже таким методом народного голосования решим. Я, конечно, понимаю, парк Белинского, может быть, как-то уже у людей закрепилось в голове. Но я скажу так, что какое отношение имеет Виссарион Белинский к городу Борю? Никакого совершенно. Можно сказать, литературный критик, ну, в общем-то, не сделавший для нашего города ничего. Там есть братская могила, там есть захоронение. Сейчас мы вкладываем там серьезные деньги, 5 миллионов рублей, для того, чтобы сквер или парк превратился в такое место отдыха боевлян, и место почитания и памяти погибших в Великой Отечественной войне. Поэтому ни одного юридического адреса или адреса людей, которые проживают вокруг этого сквера или парка, его нет. Поэтому это будет совершенно, грубо говоря, не надо менять никому никаких паспортов, адресов. Это для города, можно сказать, не затратное мероприятие. Поэтому мне бы хотелось обратиться, чтобы действительно жители проявили активность в этом и предлагали свои названия, может быть, какие-то. На Думе, я думаю, что мы в конце месяца должны принять это положение. Там есть определенная, так сказать, процедура. Далее 30 дней, так сказать, на обсуждение идет. И уже, я думаю, что следующая Дума уже будет принимать новое название. Тех, кого наше появление выберут в качестве депутатов, я думаю, что они будут голосовать уже за новое название. Поэтому просьба всех очень, так сказать, ну, включиться в эту работу и предлагать свои названия. Ну, я считаю, что вот название парк 75 лет победы, я думаю, что, или парк победителей. Хотя 75 лет победы – это более конкретно. Там масштабная реконструкция, масштабная реконструкция. Очень многое сделали мы на субботниках, там выпилили, убрали. Мы планируем, что в этом году уже осенью мы осуществим посадку новых деревьев совместно со школьниками, с ребятами, с ветеранскими организациями. Почему нет? Почему не облагородить это место и поменять ему название, которое нам больше подходит, я считаю, что. Поэтому это все нормально. Поэтому много мероприятий таких мы планируем в ближайшее время. многое, я думаю, что нам удастся сделать. Ну и город будет, да, с наступающим днем города.